Ну, во-первых, вот это я, преподаватель компьютерной графики Разумова Елена Евгеньевна. Я буду вести семинар по иллюстратору. Не все у меня учились, а я обязана представиться, чтобы вы знали, с кем вы разговариваете, кому потом писать вопросы. Рассказывать я буду о программе Иллюстратор. Может быть, даже не все присутствующие с ней работали. Если вы не работали с иллюстратором, но работали с фотошопом, это тоже неплохо, то есть многое будет понятно и многое пригодится. Рассказывать буду темы, которые у нас описываются аж на третьем уровне программы. Ускорение работы. То есть так напрямую курс предназначен для тех, кто работает, да, и замечает, что у него много времени тратится на рутинные операции. Такие неинтересные. И все время одно и то же, одно и то же, одно и то же. Как бы вот это ускорить? Или даже сделать так, чтобы это делали не вы, а кто-то еще, а вы только на творчество сосредоточились. Вот сейчас попробуем. Годится для этого любая абсолютно версия Иллюстратора. Если у вас дома стоит что-то старое, пожалуйста. Очень давно автоматику не обновляли, поэтому работать должно везде. Ну вот насчет языка знаете, наверное, да, что перевод русский обновляют постоянно. Поэтому я буду говорить, как с моей точки зрения называется эта команда. Если она у вас называется не так, вот особенно кто не лично присутствует, а подключился по вебинару, если вы мне напишите в чате, я постараюсь озвучить актуальную версию. И сразу же по поводу вопросов. Вы знаете, у нас времени это не очень много, поэтому давайте, может быть, так. Вы себе помечайте, какие есть вопросы. Я вот вывалю информацию, отговорю, все расскажу, покажу, а потом у нас будет время, чтобы ответить на вопросы. Вы, главное, не забудьте, что вы хотели спросить. И тогда вот присутствующие лично просто спросят, а присутствующие удаленно мне в чате напишут, чтобы я не металась, не отвлекалась и не сбивалась, вот постоянно дергать, что и спросили, а и спросили. Так что я приступлю сразу, да? Программа иллюстратор. Для ускорения нужен какой-нибудь документик, который я сейчас сделаю тоже очень быстро. Я его сделаю так. Я нажму клавиши, которых официально в меню иллюстратора нет. Ctrl-Alt-N. То есть вот эту вот вещь все знают. File-New. И выходит диалоговое окошко. Располагайтесь, пожалуйста. Выходит диалоговое окошко, где спрашивают, какой документ, а какой у него это, а какое вот это. А вот если вы не хотите отвечать на такие вопросы, вы нажимаете Ctrl-Alt-N, и вам кладут на экран новый документ, ничего не спрашивают. А параметры иллюстратор берет те, которые вы задали в последнем окошке новой. То есть разок вы в File-New зашли, там все вбили, и программа иллюстратор это тут же пустила по умолчанию. У него вообще есть такая манера, у иллюстратора, он все, что вы где-то вбиваете, норовит пустить по умолчанию. Вы, может быть, и не хотели, а он вот. То есть вот мне, как преподавателю, это очень удобно. Мне часто бывает нужен на занятиях срочно новый документ. Ctrl-Alt-N. Все. Не отвлекаясь на диалоговое окошко. Вот примите к связи. Раз. И дальше я буду прописывать горячие клавиши в команде. Начнем мы вот с этого. Как назначить горячие клавиши. Это, честно говоря, не совсем третий уровень иллюстратор. Это на самом излете второго смотрится. Но мне эта тема нужна, чтобы потом перейти чисто к третьему уровню. Если вы умеете назначать горячие клавиши, например, в программе Photoshop, значит, в иллюстраторе умеете. Если нет, сейчас покажу, и вы сможете это сделать в иллюстраторе, в индизайне и в Photoshop. Везде все одинаково. У людей, работающих с любой программой, возникает вот такая вещь, что часто пользуешься командой, а клавиатурного сокращения у нее нет. А хочется, чтобы было. Поэтому можно, если кто-то параллельно со мной делает, прописать на команде, с которой прям наболела, у меня есть вот фаворит. То есть хорошая вещь команда expand по допечатке, хорошая вещь команда растрировать, тоже часто бывает нужна. Эффекты все из клавиатурных сокращений. Но кто вот с моей точки зрения лидер с большим отрывом, это команда offsetpass, сместить контур, которая делает копию объекта с заданным шагом. Вот клавиатурного сокращения у нее нет. Появляется такое окошко. Вы здесь задаете шаг. Вот делается копия. Если нужно с уменьшением, то с минусом. На остальные вещи обычно внимания не обращают. Это что делать с углами и с толстой обводкой. Но вот особенно толстая обводка. Люди, которые с иллюстратором имели дело, знают, что толстая обводка – это в принципе вещь не очень правильная. Поэтому единственное, что вас здесь интересует. Окей. В команду обычно ходят несколько раз. Вот то, что напрашивается. Ну, например, рисование этикеток на бутылках с водой. Может быть, и не с водой, с пивом, с вином. Там вот эти рамочки, которые обводка красная, обводка золотистая, обводка черная. Несколько штук. Вот они повторяются. То есть обычно, если во всяк-нас заходят, то так не на раз, а на два, три. И горячей клавиши нет. И мало того, еще команда находится не просто в меню, а еще в выпадающем. Вот так вот. Тут единственная радость, что шаг оно запоминает. Это да. А на Ctrl-D не реагирует. Ctrl-D, команда повторить последнюю трансформацию, очень часто спасает пользователя, но не в этом случае. Команда сместить контур, по-моему, сейчас называется создать параллельный контур в иллюстраторе. Вот. Это не трансформация, это более крутая вещь. Поэтому Ctrl-D вам не поможет. Короче, пошла я назначать ей горячую клавишу. Можно для этого ничего не выделять, вообще ничего не открывать. Меню «Адит», горячие клавиши. Можно здесь назначить клавишу «Инструменту», можно команде «Меню». Я пошла сразу в команду «Меню». Меню «Обжект». Контуры. И сюда вбиваю клавиши, какие я хочу. Если я вбиваю что-то, что нельзя, я снизу напишу, что нельзя. Вообще, если на любую попытку что-то вбить, пишут «нельзя», «нельзя» и «нельзя», значит, иллюстратор намекает, что поставьте, пожалуйста, язык английский на клавиатуре, когда русский язык, он не очень любит, хотя я сейчас попробую. Может, я и проскочу с русским языком. Случаи бывают. Надо вбить то, что можно, в принципе, вот с этим жестко, но еще желательно вбить то, что не занято. Хотя вот тут я могу ограбить команду, которой я не пользуюсь. Отнять у нее горячие клавиши. Вот иллюстратор пишет, что «ой, ай-яй-яй, вот занято». Но если такой значок, значит, в принципе, можно, то есть могу применить. Но если никого не хотите обидеть, то поищите что-нибудь, что не занято и что можно. Ctrl-Shift-1, знаю, что не занято. Ctrl-Shift-2, ну, как-нибудь вот. Понажимали, дождались, что ничего вам обидного не написали. Окей. И меня спросят, как я хочу назвать мой набор. Клавиатурных сокращений портить исход мне никто не даст, и это правильно. Я всегда смогу вернуться к стандартному набору. Ну, а мой я называю как попало, потому что больше одного мне не понадобится. Любое имя, и так понятно, что это мой. Так, ну, теперь смотрим. Ctrl-Shift-1. Угу. Ну, и так далее. Это я вот напомнила. Я не очень быстро. Хорошо. Тогда клавиши мы прописывать научились. Но вот вопрос. А как бы это прописать горячую клавишу, например, команде выравнивания? С выравниванием точно все имеют дело, что бы вы ни делали в иллюстраторе, но выровнять объект по левому краю, по правому, по верху, по низу, по странице. Это надо по зарезу. А команды в меню нет. Официальным способом прописываются клавиатурные сокращения инструментом и командам из меню. А выравниванием занимается палитра Align, которая палитра. А это отдельный случай. То есть через официальный путь не получится. То же самое с такой нужной по зарезу вещью. Вот спасибо, что сразу, кстати, вышла эта панель Pathfinder логические операции. Тоже объединение, вычитание, но постоянно же все делают. И тоже официальным способом вы туда не доберетесь. Поэтому смотрим более крутую вещь. Использование палитры Actions для ускорения работы. Actions или операции. Тоже, кто никогда не видел иллюстратор, но хорошо знаком с фотошопом, там эта панель тоже есть и работает даже лучше, чем в иллюстраторе. Иллюстратор, он вот... Я к этому семинару немножко нервно отношусь, потому что иллюстратор программа очень капризная. И вот именно на автоматике бывает сбой, вот просто ни на чем, на ровном месте. Ну, сейчас посмотрим. Палитра Actions. Операции. Что из себя представляет эта палитра? Вот тут набор операции по умолчанию. Папка. Открываю папку. Тут набор команд. Когда создается команда, то правильно писать, что она делает, чтобы я вот смотрела и видела, что, ага, наверное, непрозрачность 60% назначат, так судя по всему. Набор команд. Команду открываем, смотрим, что она делает. Непрозрачность. А какую? 60% точно. То есть, в принципе, это такое записывающее устройство. Вы эту палитру ставите в режим записи, что-то делаете, она все это за вами пишет, потом вы остановились, запись сохранили и воспроизводите уже на других объектах, включаете запись, иллюстратор за вас работает, вы отдыхаете. Такая идея. Если уже что-то готово, вот давайте запустим, вот у меня есть готовая команда, 60%, а как ее запустить? Вот я ее выделяю и нажимаю снизу на кнопку Play. Ну так похоже, что да, 60% непрозрачности. То есть вот такая идея. Это набор по умолчанию, я не могу сказать, что он бесполезный, но тем не менее, если вы пользуетесь палитрой actions, то считается правильным уметь прописывать команды самим. Прописывать, отлаживать. Поэтому я сейчас сделаю страшную вещь. Я выкину вот этот набор по умолчанию и мусорное ведро. Прежде чем я это сделаю, я хочу обратить ваше внимание вот на название здесь почти везде написано Selection. Это важно. Выкидываю мусорное ведро на набор по умолчанию. Ничего страшного на самом деле я сейчас не сделала. Если он мне понадобится, я иду в меню и прошу Reset восстановить, мне его вернуть. Я его убрала сейчас, чтобы он не мешал мне прописывать мой хороший и нужный набор. Делаю свой. Сначала нажимаю на папку сделать набор. Тоже с именем могу не заморачиваться. Как и в случае с горячими клавишами, больше одного набора мне не понадобится. Поэтому набор один прекрасно. Пусть будет. А вот дальше я делаю операцию. И вот тут мне надо подготовиться. пока у меня папка пустая. Никаких записей там нет. Как мне надо подготовиться? Во-первых, мне надо прокрутить мысленно, что я буду записывать. с учетом ограничений. А ограничения есть очень серьезные. В иллюстраторе иллюстратор не пишет такую вещь, как вот выделение объекта щелчком. Выделить, снять выделение. То есть, в принципе, когда вы пишете какую-то автоматику, желательно все, что можно, делать с клавиатурой и с диалоговых окон. Никаких вот хаотичных движений по экрану. Иначе либо вообще не запишется, либо запишется не то. То есть пользы от этого не будет. Поэтому вот в наборе по умолчанию у очень многих команд в скобках стояла selection. То есть выделите сначала, с чем вы будете работать. И только потом запускайте команду. Еще не пишется команда из меню, если у нее нет горячей клавиши. С клавиатуры я могу запустить? Вот. Ctrl-J нажать. А вот так вот не запишется. Вот это на самом деле можно обойти. Во-первых, можно прописать горячие клавиши. А во-вторых, и без этого есть обходные пути. Но иметь в виду это надо. То есть для записи команды, если вы хотите что-то сделать с объектом, а не с целым документом, надо создать подходящую ситуацию. Я остановилась на том, что я захотела прописать горячие клавиши выравниванию. Вот я достала палитру и ламп. Вот я ее настраиваю, что пусть равняет по выделению. Ну и надо выделить какие-нибудь подопытные объекты, все равно какие, чтобы в принципе операция прошла. Вот. Вот это я готовилась. Теперь делаем. Набор есть. Нажимаю внизу палитры actions на кнопку сделать новую операцию. Листик с загнутым углом, фирменная иллюстраторовская и не только пиктограмма. Сделать новый. И вот тут имя надо ввести нормальное. Нормальное – это такое, чтобы вы понимали, что делает эта команда. Я буду делать выравнивание по левому краю, поэтому пишу легко. Можно, в общем-то, и кириллицей писать, но как-то вот иллюстратор, как она нервная программа такая вся, плохо он относится к кириллице, поэтому я не буду ему давать дополнительного повода для капризов, буду писать все латинскими буквами. Может быть, и русские слова буду писать, но латинскими буквами. Потому что вот первое, что валится из русских названий, это веб-дизайн и аппартика. Куда мы будем писать? В мой набор. А куда деваться-то? Я уже набор по умолчанию выкинула, поэтому так бы иллюстратор с удовольствием туда, но там и так всего полно. В мой набор. И вот ради чего это все затималось. Горячие клавиши. Тут не надо нащупывать занято, не занято, можно, нельзя. Вот список того, что можно. Можно к этому shift и control потом добавлять. То есть вполне достаточно вариантов. Такое количество операций вам не понадобится, какое можно вот из этого окна подвести под клавиатурное сокращение. И цвет, который сейчас никак не сработает, но я его все-таки закажу. Его можно не заказывать, но закажу, потом покажу зачем. Если забуду, кстати, это такая мелочь, могу забыть. Напомните мне, пожалуйста. Запись. Как только я нажала кнопку запись, на панели actions зажегся красный кружок. В старых версиях он горел ярче. Сейчас он горит так довольно невнятно, но все-таки вот он красный. Пока он горит, иллюстратор пытается писать то, что я делаю. Главное не забыть это остановить, а то я тут буду 40 минут разговаривать, и он, бедный, 40 минут будет писать, насколько возможно. Там такие вещи интересные потом записываются. Выравнивание по моему краю. Так, написал. Видите? Стоп. Мне больше ничего не надо. Ну, проверяем. Тоже на любых объектах. F2 я там назначила. F2. Работает. А если я хочу по странице выравнивание делать, а это будет зависеть не от того, что я нажала на палитре actions, а от того, что стоит в палитре line. То есть вот ставлю по странице. F2, пожалуйста, по странице. Вот это самая простая вещь, которую можно делать с помощью макрокомманд. макрооперации. Назначать горячие клавиши. Тому, чему нельзя их назначать. А вот забыла я, какую назначила горячую клавишу. Что мне делать? Делать двойной щелчок по странице операции. Желательно не попасть по названию, а просто вот тут сбоку. Ну, почитать. Можно ее тут заодно и переназвать. То есть точно так же подводится под клавиатурное сокращение вот это все выравнивание, логические операции. Объединила. Выделила объекты. Добавить. Ставлю клавишу F2. Мне включают shift. Это потому, что F2 просто уже занята. Не хочу shift. Тогда control. Не хочу control. Тогда не отжимается. То есть тоже можно не волноваться. Второй раз назначить то, что уже занято, иллюстратор мне просто не даст. Запись. Объединение. Стоп. Если это вот освоим, с этим все в порядке, то можно приступить к следующей части. Это запись и отладка длинной макрокомманды. То есть раз иллюстратор 3 часа может писать то, что я делаю, ну пусть пишет. Ну вот тут вот правда придумать, чтобы такое делать 3 часа и при этом не выделять объекты, не делать вот движений по странице, вряд ли получится. Это такое серьезное ограничение. Но так шага 2-3 записать можно. Ну, например. Люди, которые занимаются рисованием паттернов, узоров, повторяющиеся объекты, орнаменты. Вот можно записать себе поворот с копией. Вот я делаю какой-то объект. Новый. F4. Могу одинаковые цвета назначать. Могу разные. Запись. Двойной щелчок по инструменту поворот. Если вы делаете что-то инструментами, то через диалоговые окна. Ну, например, 30 градусов. Например, копия. И повтор. Ctrl-D. Повторить. 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 Стоп. На чем-нибудь еще. Ф4. А на группе, например. Группирую. Ctrl-D. F4. Ну, как-то так. Понятно? Вот это, по идее, тоже надо бы сгруппировать. Готовый результат. Давайте покажу, как дописать шаг в команду, чтобы оно заодно и сгруппировалось. Для того, чтобы дописать шаг в команду, мы, в общем-то, на любое место встаем, вот в шагах. Мне надо что, вот оно получилось, да, орнамент, выделить все и группировку. Это я с клавиатуры сделать могу. Вот я встаю, куда попало в команде и прямо вот здесь вот включаю запись, нажимаю на кружок, который должен быть красным, нажимаю Ctrl-A, выделить все. Ага, написали. И Ctrl-G сгруппировать. Стоп. 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 Теперь только надо перетащить в правильное место эти шаги. Они ведь в конце должны быть. Вот беру их за название и тащу, куда надо. Можно очень легко перетаскивать. Команды в стопке. Ну, и вот эту вот картинку я уже сейчас сохраню для следующей темы. Мне там понадобится 3-4 рисуночка. Поэтому я начну потихонечку сохранять. Это по поводу, как дописать шаг. Что еще можно делать? Еще можно попробовать сделать щелчок слева от шага и, возможно, там появится вот такой значок. Возможно, появится, возможно, не появится. Это значок диалога. То есть, вот смотрите, если я тут полезу в подробности, у меня поворот на 30 градусов. А может, мне захочется на 45, например. А меня не спрашивают. Сразу крутят и все. Вот если я поставлю диалог, спросит. Сбоку от шага повторить. Видите, я пытаюсь щелкать. Никаких диалогов. Ну, какие тут вопросы. Повторить, повторить. А здесь вот можно. То есть, давайте так попробуем. И в 4. Вот выходит диалог. Какой желаете угол? Желаю 45 на этот раз. И копия. И сохраняем это. Это, кстати, тоже можно автоматизировать сохранение. Я об этом попозже поговорю. Это тоже одна из команд, которые прямо напрашиваются на то, чтобы подвести под экшнс. А тут, правда, наверное, многовато копий будет для поворота на 45 градусов. Но можно пару копий отключить вот так. Погасить флажок. Это значит, что вы этот шаг пропускаете. Ну, с диалогом. Надо стоит, не надо. Выключаем. Теперь я хочу рассказать, как дописать пункт меню. То есть, если у команды из меню горячей клавиши нет, то она не запишется официально. Хотя у меня бывали случаи, когда она записывалась, но особо надеяться на это не стоит. Официально нет, не пишется. Но обойти запрет можно. Допустим, я хочу вот эффект написать. Хочу написать какой-нибудь эффект. Эффекты все без горячих клавишей. Ничего я им не назначила. Что я делаю? Ну, во-первых, опять же, подходящую ситуацию. В команде, куда попало, нажимаю запись. А теперь иду в меню палитры экшнс. И тут есть такая вещь, включить пункт меню. Вот сюда я и нажимаю. Вот таким способом запишется. Спрашивают, какой? Я прям поверх вот этого окна пошла мимо него, пошла в иллюстратор, искажение, зигзаг хочу. Окей, вот он записался. Но теперь я его все-таки сделаю. Ну, как-нибудь окей. Все, стопка. В четыре. Так, а что я неправильно сделала? Почему у меня третью палочку начали искажать? Я не перетащила шаг, куда надо. Я его куда попало записала. И вот он, где попало, и стоит. Нет, так мы не будем. Вот он должен быть сразу, в самом начале. Выделенный объект. Прогнать через эффекты, а потом уже крутить. Я в четыре. Вот, другое дело. Так, поехали. Ну, и вообще так, по-хорошему, сюда уже надо записать, что еще? Expand appearance. Если я использовала эффекты, то надо их, в конце концов, отрисовать. То есть, после того, как выделить все, мне надо записать еще вот этот шаг. Отрисовать внешний облик. Ну, это, я думаю, уже понятно, как. Так же, как я дописывала группировку, эффекты и так далее. То есть, через вставить пункт меню. Нет горячей клавиши. Значит, мне надо в меню actions и insert menu item. Сохраняю я еще одну картинку. И теперь приступаю к самому скользкому моменту автоматики и к самому нужному. К пакетной обработке. Во-первых, вот когда у вас все уже отлажено, все замечательно, все работает, можно все-таки вспомнить, а зачем я цвета-то назначала. А цвета я назначала вот зачем. В меню палитры есть такая вещь, как кнопочный режим. В него заходит, если все, отладка завершена, хотите только пользоваться. Вот так будет. Вот они цвета. Я вижу цвет, горячая клавиша. И сразу с клавиатуры запускаю. Кстати, если я горячую клавишу помню, совершенно необязательно занимать место на экране под палитру actions, оно и так работает. Пакетная обработка. Что это такое? Это возможность применить операцию сразу к целой пачке файлов. Ну, допустим, у вас есть пачка, где 300 файлов в модели есть CMYK, а вам надо их перекинуть в модели открытия. То есть даже если я вот под эту команду смена модели пропишу операцию action, все равно мне надо будет открыть 300 файлов, 300 раз ткнуть кнопку, которую я назначила команде, еще закрыть сохранением. То есть так себе удовольствие, много работы. Вот можно, если готовая команда, пустить ее пакетом, то есть сказать иллюстратору, что слушай, открой там вот эту вот папочку, вот это вот сделай, вот туда сохрани, а я тут посижу, отдохну рядом. По крайней мере, я попытаюсь сейчас так сделать. Кроме смены модели, что, наверное, напрашивается? Сохранение в определенном формате. Вот две вещи, которые такая рутина, и которые постоянно нужны. Значит, сначала нужно команду прописать. Сохранение в формате. Ну, давайте так простенький JPEG я сделаю, экспортировать JPEG файлом. То есть вот у меня не пустой документ, новая команда, JPEG. Клавишу могу, кстати, не назначать, но ладно, пусть будет. Запись, файл. Если формат растровый, то это экспорт. Экспорт S. Куда попало? Пусть даже вот просто в чужую папку. Формат JPEG. Экспорт. Качество. Окей. Стоп. Сейчас проверю. Не будет работать, я так думаю. Вот капризы начались. Знаете почему? Должен прописать какой формат. А он не записал. Зараза. Что делать? Измором брать. Выкинуть эту команду, сделать новую. Ой. То есть иногда это получается вот на занятиях раза так с седьмого у половины группы, когда все уже вздохнули, ладно, сказали, мы у соседа видели, мы вам поверим на слово, тут вдруг заработало. Но я попробую. Так, так, так. Ну, запись. Файл. Экспорт. Ну. О. Вот шансы есть. Ну, давайте теперь попробуем. То есть вот прописали, проверили, чтобы тут все было записано. Главное формат. Потому что вот сбой такой распространенный в иллюстраторе, он файлы создает, но без расширения. То есть такие вот пустые листочки, как хотите, так и открывайте. А это печально. Формат должен прописаться. Сейчас пытаюсь впустить пакетом. Макар-команда сделана. Отлажено. Захожу в меню. Пакет. Если кто-то будет это делать в фотошопе, то там меню файл, автоматика и верхняя строчка. То же самое. Фотошоп сбоит меньше. Он как-то менее капризный. Исполняется команда из набора 1, которую я назвала тоже 1. Что обрабатываем? Обрабатываем папку, в которую я складывала вот эти мои получившиеся орнаменты на рабочем столе. Вот она, три двойки. Вот ее обрабатываем. Если там есть вложенные папки, то ставим флажок «Включить вложенные папки». Если нет, то лучше не ставить, иначе иллюстратор начнет искать вложенные папки, не найдет, расстроится, работать не будет. Куда пишем результат? Может быть и никуда. Это, кстати, самый такой беззбойный способ. Оставить открытыми на экране. Но вот 300 файлов оставлять открытыми в иллюстраторе мне не хочется. Пишу в папку. Вариант «Save and Close» ни в коем случае сохранить и закрыть. Если там что-то такое не сработает, вы испортите папку из 300 файлов, сохраните, закроете и как бы все даже не отмените по истории. Папка какая? Я ее сделаю в папке «Т» и «Единички». Назову «Три тройки». У меня в команде была строчка «Экспорт». Я записывала, куда попала там, в какую-то левую руку. И вот тут, смотрите, будет конфликт. Здесь я прошу в «Три тройки» записать результат. А когда я отлаживала команду, я ее там куда-то сунула, этот единственный файл. Сама уже не помню, куда. Вот какой адрес сработает. Для того, чтобы сработал мой, я ставлю флажок «Давить адрес, который в команде». Если шаг «Экспорт», там есть. И выбираю, куда экспортировать. Туда же. Шага «Сейв» у меня в команде нет, поэтому я не включаю флажок и думаю, что это правильно. То есть вот если такой шаг есть, ставим «Подавить». Работает мой адрес. И если нет, то не ставим. Но сейчас проверим. Так, навскидку вроде все правильно. Набор мой. Команда номер один. Папку «Три двойки». Перегоняем в папку «Три тройки». Формат JPEG. Давайте проверим. То есть вот он сидит, это все открывает. Что-то делает. Ага. Молодец. Вот лежит. И туда же иллюстратор сделал копии в формате АИ. Это он недавно научился автоматом копировать. То есть в принципе я вот в команде, в макрокоманде могла вот тут вот сейв задать другой адрес. То есть копии в формате АИ в одно место, а JPEG в другое место. Но не захотела нагружать программу. И так она у меня молодец, хорошо сработала. Вот по автоматике. Теперь, пожалуйста, я готова ответить на вопросы, если они есть. Прямо нету. Вот по ручонкам, да, будет работать то, что помечено здесь. То есть, к сожалению, вот в короле можно четко прописать, ровнять по странице команды. Есть прекрасная горячая клавиша. А в иллюстраторе перешибается тем, что стоит в палитре АИ. А сохранить вот так вот набор куда-нибудь изгружательный, если я делаю партюр, странирую. Да, это можно. Я, честно говоря, для этого делала отдельный набор. Потому что одна одинокая команда не сохраняется. А набор сохраняется. Вот команда save. И я его с собой таскаю. Сохраняю в удобное место. И загружаю его. Там выше есть load. Загрузить. То есть это его добавит к тому, что есть. А есть replace. Выкинуть тот набор, который сейчас в actions. И поставить мой. И еще одно уточнение. Когда ставили поворот на 30, и по-моему на 45, когда включили диалог в 1, когда включили этот диалог, то есть при любом запросе на поворот на каждый раз будет запрашивать, да? Пока стоит диалог, да. То есть ситуация будет такая. Если здесь стоит диалог, то вас спросят, какой желаете угол. Если не стоит, будет тот угол, который вы написали вот при записи макрокоманды. То есть тут вот, если открыть, написано 30, значит будет 30. Но вы можете, знаете, что сделать? Вы можете дописать сюда шаг 45 и включать их по очереди. Я имела в виду, что если, например, обмежать касательно по эволюции, когда это попадается, там постоянно же надо переменную этот шаг включать. То есть это получается руками каждый раз. Ну, там надо выворачиваться как-то по-другому, через бленды, например. Переходы. Давайте так, время у нас вышло, поэтому спасибо всем, кто пришел и подключился. Я закончу занятие сейчас официально. То есть вот наш сайт, ближайшие группы по иллюстратору, третий уровень на сайте есть. Если кому интересно, записывайтесь, приходите. Это именно вот третий уровень по автоматике. Это очень небольшой кусок, даже то, что может палитра Actions, не говоря уже о том, что там всякие скрипты есть. То есть есть еще о чем поговорить.